Дорогие зрители, меня зовут доктор Атабеков и я врач-онколог. Это канал На Пульсе и сегодня мы с вами поговорим о таком фрукте, как гранат, о его пользе. Поехали! Итак, что же известно о гранате? Он содержит в себе витамин К, витамин С, пищевые волокна, железо, калий, антиоксиданты. В гранате содержатся элагетанины, которые в кишечнике под действием нашей с вами нормальной микрофлоры превращаются в уралитин А. Это такое важное вещество против старения. В наших клетках содержатся митохондрии. Митохондрии это такие батарейки, ну точнее даже не батарейки, а электростанции нашего организма, которые вырабатывают энергию АТФ, которые важны для работы каждой нашей с вами клеточки, мышцы и организма в целом. И от этого зависит наше общее самочувствие. Когда эти митохондрии выходят из строя, стареют, они организмом уничтожаются, перерабатываются и образуются новые митохондрии. Этот процесс обновления самый быстрый в детстве, и потом он всё замедляется, замедляется. И в более пожилом возрасте этот процесс намного медленнее, и митохондрии меньше. И в общем и целом старики чувствуют меньше энергии. Мы знаем, что дети, они прям у них энергия, они как батарейки, они носятся, откуда столько сил. А взрослый человек приходит с работы, уже хочется поспать. Плюс, чем меньше митохондрии, тем сильнее будут атрофироваться мышцы. То есть мы знаем, что у стариков идёт потеря мышечной массы, так называемая саркопения. Так вот этот уралитин А, он способен увеличивать синтез и обновление митохондрий. То есть как бы он против старения. Соответственно, у нас с вами появляется больше мышечного здоровья и энергии. Что такое микробиом? Микробиом это ещё один орган нашего организма. Это наш с вами уникальный набор бактерий. О нём я рассказывал ранее в отдельной лекции. Я думаю, что вам будет очень интересно. Пожалуйста, посмотрите, я оставлю ссылку под видео. Микробиом нужен нам для иммунитета. Он подавляет воспаление, подавляет аллергии, подавляет аутоиммунные реакции. То есть чтобы наш организм нормально работал, боролся с инфекциями и не бил по собственным органам. И не было у нас аллергии, нам нужен здоровый микробиом. Он помогает нам перерабатывать и усваивать пищу. А также он регулирует наши внутренние органы. Вплоть до пульса, настроения, концентрации внимания и памяти. Есть даже исследования о связи между микробиомом кишечника и депрессией. Вещества, содержащиеся в гранате, являются пребиотиками. Они кормят наши с вами бактерии. Правда, бывают такие ситуации, когда у человека дисбиоз. Ну, например, он пил антибиотики. И у него нарушается соотношение между нормальными и ненормальными бактериями. А могут еще и расти грибы. И, соответственно, у него может не стать тех бактерий, которые будут перерабатывать вот эти вот вещества в гранате, о которых я говорил ранее. И образовывать наш любимый уролитин А, который нужен против старения для обновления митохондрий. В этом смысле сейчас ведутся исследования. И ученые пытаются сделать биодобавку, которая будет содержать уже готовый уролитин, чтобы не надо было бактериям его перерабатывать, чтобы можно было принимать внутрь. Пожелаем удачи ученым, будем ждать. Поддержка микробиома важна во многих процессах, как я уже сказал, в подавлении и воспалении. Еще и в предотвращении развития рака. То есть тут тоже вещества, которые содержатся в гранате, могут помочь подпитать наш с вами нормальный микробиом. По сердечно-сосудистой системе известно, что гранат может снижать плохой холестерин, повышать, соответственно, хороший холестерин, тем самым предотвращая развитие атеросклероза. И может несколько снижать артериальное давление. Для любителей сока, напоминаю, что сок это неестественно. В природе организмы должны есть цельный фрукт, потому что там кроме сока, кроме сахара, содержатся еще другие компоненты, в частности пищевые волокна, которые в природе находятся в таком умном соотношении, что будут компенсировать эффекты друг друга и будут нейтрализовать, если есть где-то какой-то негативный эффект. А если вы выбрасываете часть компонентов и пьете один сок, там сахар, то есть в принципе не очень хорошо. В любом случае, гранаты это очень полезно. Там содержится антоциан. Мы будем ждать новых исследований. Особенно нас интересуют исследования на людях, на пациентах. И, конечно же, будем надеяться, что вещества, содержащиеся в гранате, в будущем будут вполне себе эффективно использоваться для лечения многих заболеваний. Надеюсь, вам было интересно. Будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова